Строительство этого дома на Владимирской 144 началось в 2007 году. Застройщик обещал сдать многоэтажку через год. Поверили, купили квартиры, вложились. Директор убежал, деньги украли, и после этого пошел процесс. Один был управляющий, второй, третий, четвертый, пятый, и все нас обманывали. В то время как менялись застройщики, дом буквально растаскивали по частям. Пришедшему в 2014 году инвестору досталось проблемное наследство. Когда мы пришли в 2014 году, дом был в отвратительном состоянии, в заброшенном состоянии, практически разграбленный полностью. Но и мы, так сказать, в 2014 году очень большие подвижки сделали, и начались всевозможные судебные тяжбы. Объявили процедуру банкротства, и тут любыми путями инвестор пытался, чтобы не допустить процедуры банкротства. До последнего он пытался, чтобы не допустить, что водостроить дом. Вы понимаете, что если процедура банкротства объявится, жильцы своих квартир не увидят. Помощь пришла от депутата Государственной Думы Ивана Демченко. После обращения к нему строительство возобновилось. Дом приведен в порядок. Смонтированы и подготовлены к запуску системы водоснабжения и индивидуальный тепловой пункт. Все коммуникации пришлось делать с нуля. Сейчас мы получаем разрешение в Ростехнадзоре на запуск данного оборудования в эксплуатацию. Вот это самый основной сейчас вопрос. И вновь с вопросами на прием к Демченко. Чтобы запустить квартиры тепло, надо сдавать дом в эксплуатацию. Но есть сложности. Сдать дом в эксплуатацию, нужно было подготовить полный пакет в госстроенадзор. Так как этот дом обманутый дольщик, брошенный, вся документация растеряна. Теперь возникают сложности. Где взять эту документацию? Обращайтесь в прокуратуру. Вы без этого не заберете документы никак. Понятно. Понимаете, да? И при поддержке моей, и администрации, я думаю, Юрий Федорович. Да, я удивлен. Нет документов. Нет, у нас все растеряно. И это... 11 лет дом в эксплуатации. Если эта фирма вывезла, то она никуда эти документы не делает. Исполняющий обязанности главы Анапы подключает к разговору городские службы. Надо решать поэтапно. Начать с пуска электричества. Обращается Юрий Поляков к заместителю директора НЭСК Анапа электросеть. Надо посмотреть, разобраться. Дело холоду идет. Надо запускать дом. Мы сейчас пока электричество, потом отопление. НЭСК уже сегодня принял жильцов дома на Владимирской, чтобы оперативно решить вопрос с документацией и подключением электроэнергии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова